Всем привет, всем здорово! В этом видео я хочу устроить себе челлендж с перерисовкой разворотов из скетчбуков подписчиков, поэтому в этом видео мы будем рисовать поварешку, самого лучшего экстрасенса 21 века и динозавра. Автор этого челленджа Яна Чали Чиос, я надеюсь я правильно произнесла, у себя в телеграм-канале она сделала вот такой пост с объявлением, где предложила собственно устроить перерисовку разворотов подписчиков. Я туда тоже забрела и просто захлебнулась от такого огромного количества разворотов, самых разнообразных, которые стали кидать люди. Тоже предложила свои работы и поинтересовалась заодно, можно ли и у себя тоже такое устроить, на что автор дал добро, поэтому это видео и случилось. Кстати, заглядывайте к Яне на ее ютуб-канал и в телеграм, у нее там тоже много всего интересного. До этого я не натыкалась на что-то подобное, были конечно перерису и чужих работ в своем стиле, но чтобы перерисовывать нужно было именно разворот в скетчбуке, я такого не припоминаю. Мне сразу эта идея показалась очень крутой, так как я сейчас в основном и рисую в скетчбуках, и мне нравится их вести, оформлять разными способами, и нравится также смотреть, как их ведут другие люди. Кто-то делает в скетчбуках наброски, кто-то полноценные картинки, кто-то это все комбинирует. Короче, эта тема очень интересна тем, что каждый по-своему заполняет скетчбуки, и собственно очень классно наблюдать за всем этим разнообразием. И вот я тоже разместила у себя это объявление, люди сразу откликнулись, понакидали кучу красоты, и я стала выбирать картинки. Первый разворот, что я решила нарисовать, это был разворот Санджи. Да, тут, считай, почти по блату получилось пройти этому развороту, так как я сейчас просто плаваю в этом бандписе. У меня целый скетчбук почти в нем, вот буквально почти весь. И первый у меня, поэтому рисуются Санджи. Всех авторов и оригиналы работ я буду указывать на экране. И что я могу сказать про данный разворот? Он прекрасен. Не только потому, что тут Санджи нарисована, хотя и поэтому тоже. Мне очень понравилось, как оно все закомпоновано на листе. Слева идет крупная картинка, а справа уже поменьше и с большим количеством деталей. Рисовка. Рисовка балдежная. Мне очень нравится, как автор работает в карандаше. Штрихи прям прелесть. И по цвету оно очень гармонично выглядит. Были вклеены еще разные штуки в виде наклеек. И у меня, кстати, тоже такие есть. И я на разворот тоже решила их вклеить. Видите, как я в точь-в-точь повторяю. И вот, кстати, про рисование точь-в-точь. После того, как я отобрала развороты, что буду рисовать, у меня встал вопрос о том, как же мне это перерисовывать. В том плане, оставлять ли все как есть и стараться повторить все детали только в своем стиле. Вносить какие-то изменения или не вносить. Или стараться делать это по минимуму. Короче, для себя я решила сделать так, что буду смотреть по ходу дела. Гениально. А вообще, я очень часто так и делаю. Начинаю рисовать сначала что-то одно, а потом уже отталкиваюсь от того, что есть. И начинаю перерисовывать другие детали. Очень часто импровизируя. То есть, я очень часто не планирую заранее разворот целиком. Он у меня формируется как-то сам в процессе. Стараюсь только как-то удачно все это дело компоновать, чтобы просто хорошо смотрелось на листе. И по итогу некоторые детали у меня отличаются. Например, я поменяла выражение лица. Добавила искорки на фон. У Луфи вон слюни потекли. И еще я приписала разных надписей, чтобы забить пустое место. У оригинала много вклеек. Я подумала, что не смогу что-то похожее у себя найти. Поэтому решила на этих местах просто сделать надписи. Но все, конечно же, по теме разворота. И мне, кстати, нравится, что с Санджи слева у меня получилось сделать более контрастным. А картинку справа я не стала делать с сильно темным контуром. И за этот счет она не сильно перебивает, так скажем, картинку рядом. У меня так получилось, что эти картинки заходят немного друг на друга. И вот поэтому я решила поступить вот таким образом. И мне прям очень зашло сочетание цветов, где нарисованы попкорн с картошечкой-стаканчиком. Я бы в будущем взяла бы такое сочетание на заметку и повторила бы где-нибудь еще. Так как этот разворот все-таки нарисован цветными карандашами, а я стала рисовать акриловыми маркерами, я решила все равно в некоторых деталях добавить цветные карандаши. И вроде они неплохо смотрятся. И вот такая первая перерисуйка у меня получилась. Второй разворот я решила взять вот такой. И тут снова знакомый мне аниме-мужик Рейген Аратака из аниме Мобок Психо 100. Я очень давно его смотрела и уже слабовато, если честно помню, детали. Но мне было приятно вспомнить этого главного балабола экстрасенса. Так что возможно и с аниме решу пересмотреть. Этот разворот меня очень сильно зацепил тем, что в нем ограниченная цветовая палитра, которую я безумно люблю. Здесь у нас оранжевый цвет и черный. Выглядит очень классно. На развороте целых 5 штук Рейгенов и одна летающая голова. И делая набросок я с этим промахнулась. У меня не получилось так же точь-в-точь закомпоновать все на листе. Ну и я снова включила режим. Будем импровизировать. Или как получится, так и будет. Здесь я тоже поменяла эмоции. Хотелось что-то от себя добавить. Я тоже взяла оранжевый цвет акрилового маркера. И взяла еще цветные ручки, линеры, как их обозвать, от Sketch Marker. Там как раз был подходящий оттенок оранжевого цвета. Им я прорисовала более мелкие детали. И потом решила еще взять красный цвет, чтобы чуть-чуть усилить контраст в некоторых местах. И вот потом я стала 3 года думать над черным цветом. У оригинала очень классная штриховка. Но я что-то так подумала, что у меня нифига не получится так же сделать красиво. А черным или серым маркером, если делать заливку, то будет немного не то. И я, короче, все запарю. Короче, я выкрутилась таким образом, что ввела желтый цвет. Да. Гениально. Кое-где я добавила его по контуру, а где-то добавила в тенях. И вот, в принципе, если так со стороны смотреть, вроде ничего получилось. Надеюсь. Мне очень нравится, как в оригинале сверху подписано имя этого персонажа. Чтобы вы его просто ни с кем не перепутали. И я тоже написала сверху буквы. Потом я достала свои наклейки и добавила звездочки на фон. Еще я нашла наклейки с ушами, роллами. И решила еще их сюда притулить с мыслью, а вдруг прикольно получится. В самом конце я решила взять синий цветной карандаш и кое-где подчеркнуть контуры. Так как мне казалось, что все оно сливается между собой. И хотелось как-то разделить силуэты. Надеюсь, что нормально у меня получилось. Вот такой результат. Вот такой балабол у меня по итогу получился. То есть, самый лучший экстрасенс 21 века, извините. Главная звезда паранормального мира нашего времени. Рейген Аратака Сама. И вот мы подобрались к последнему развороту. Я решила взять разворот с динозавром, чтобы мне жизнь малиной не казалась. Не помню, чтобы я когда-то рисовала динозавров. Помню, что рисовала только дракончиков из «Как приручить дракона». Но даже не знаю, помогли ли мне эти навыки при отрисовке данной работы. Я очень надеюсь, что я не испортила этого динозавра по итогу. Кстати, мне написали небольшую такую вот справочку про этого динозавра. Это динозавр Келеск. Он бегал по территории нынешнего Красноярского края. И окрас у него на этой работе сделан под азиатского барсука. Что я могу сказать? Очень крутое решение, я считаю. Разворот с этим динозавром просто всем хорош. Во-первых, сам динозавр круто отрисован. Я просто фанат этих линий и стилизации. И с левой части так классно подобраны разные штуки. Тут и карта Польши и Чехословакии. Гранат из вселенной Стивена. И Винни-Пух. А, и фантик от конфеты еще. Красота? Красота, я считаю. Мне было очень интересно не только попробовать нарисовать этого динозавра, но и попробовать выкрутиться с этими добавочными элементами. Сначала я сделала заливку у динозавра одним цветом. Потом подобрала другие оттенки коричневого. Да, не точь-в-точь, но я старалась, чтобы вышло гармонично. Динозавра я увела довольно сильно в правую сторону. И он у меня не так целиком здесь изображен, как в оригинале. Сначала я подумала, ну, все, я все испортила. Но потом, когда в конце я стала вклеивать другие штуки, оно как-то вроде и ничего получилось. Я стараюсь не сильно расстраиваться, если что-то получается не совсем так, как хотелось бы. И поэтому стараюсь вот как-то выкручиваться и искать другие решения. У оригинала квадратный формат скетчбука, а у меня формат А5. Поэтому вот такая вот несостыковочка вышла в этом плане. Я не хотела рисовать все по центру, и поэтому вот так увела динозавра в сторону. Но ничего, делаем как делается. После того, как я закончила с покрасом, я решила взять маркер, линер, браш. Я не знаю, как точно позвать эту байду. Ну, короче, решила добавить темный контур. И думаю, что сделала все-таки это не зря. Так оно почетче стало выглядеть. И вот настало время вклеивания разных приколюх. У меня есть набор вот таких бумажек. Я специально их когда-то купила, чтобы применять на разворотах. Так что пригодилась эта фигнюшка. Можете на видео наблюдать, как я нещадно рву эту бумажку, но так надо. Клею я это все дело на двухсторонний скотч. Так как если бы я взяла какой-нибудь клей-карандаш, оно бы все вот 100% некрасиво бы помялось и скуржопилось. Так что двухсторонний скотч будет лучше. Затем я красным маркером сделала фон. В оригинале фон полностью закрашен красным. У себя же я решила сделать красный круг. Когда обвела контур, подумала, что блин, как прикольно смотрится. И уже хотела так оставить, но все-таки решила закрасить полностью красным. И я сделала так, чтобы этот круг залезал на ту часть, где у меня бумажка приклеена. Потом я полезла в свои закрома, где у меня лежат наклейки. Вот такая у меня кипа собралась. Я, блин, все экономлю и мне все жалко что-либо куда клеить, но надо избавляться от этого. И не бояться клеить наклейки. Да, а какие страхи у вас? Блин, пипец какой-то. Короче, из этой огромной кипы я выбрала вот такие две наклеечки. Но и в оригинале их две. Так что все по канону, все делаем по канону. В данном случае. Сверху я приклеила Луфи. Да, я напечатала целую стопку наклеек по Ван Писе. И вот их мне не жалко клеить. Надеюсь, он не съест этого динозавра. Потому что в Аниме бывало и такое. А снизу наклеила котика. Это, конечно, не Винни-Пух, но этот котик с грибочком. Так что, думаю, сойдет. Потом я достала свой декоративный скотч и стала думать, как его тут удачно притулить. Ну, вроде что-то надумала по итогу. В самом конце подумала, что, наверное, нужно что-то еще добавить. И нарисовала красные цветочки. А потом смотрю и думаю, блин, ну зачем я это сделала? И опять думала, ну все, капец, все испортила. Но чтобы эти уродские цветочки мне глаза не мозолили, я решила их все-таки сверху перекрыть красным маркером. И нарисовала просто кружочки. И на этом решила успокоиться. Вот такой разворот с динозавром у меня по итогу получился. И на этом мы с перерисовками заканчиваем. Что могу сказать? Мне понравилось. Опыт очень интересный. Было классно анализировать работы других людей и пробовать их повторить уже со своего, так сказать, ракурса. Я также подчеркнула для себя некоторые интересные приемы, цветовые решения. Так что опыт полезный, я считаю. У меня, кстати, возникла идея запустить челлендж «Перерисуй в своем стиле». Но не просто с одной картинкой, как я раньше делала, а именно разворот в скетчбуке сделать. И было бы интересно увидеть, как бы другие переначали бы мой предложенный разворот. Переходите, кстати, ко мне в группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Если я решу такое устроить, то там вы узнаете об этом сразу. Была очень рада перерисовать ваши развороты в своем стиле. Спасибо, что предложили столько красоты. И, возможно, в будущем еще раз такое провернем. Говорю всем спасибо за просмотр. Спасибо, что посмотрели процесс, послушали мою болтовину. Всем добра, счастья, любви и вдохновения. Всем пока!